С вами Джи. Была ли у вас возможность встретиться с кем-нибудь из гималайских учителей? Есть ли опыт, который вы можете поделиться с нами? Я хожу в Гималай не для того, чтобы с кем-то встретиться. В то же время, мистическое измрение Гималайев сохранилось там во многих отношениях. Во многих. Очень многих. Наверное, в мире нет другого такого места. В каждом уголке мира есть места, где определенные люди в определенных ситуациях оставляли определенные энергии, которые всегда будут там. Я был повсюду и уверен, что нет другого такого места, которое видело бы столько мистиков, сколько видели Гималайи. Нет другого такого места на планете. Если вы чувствительны к этому, тогда это не просто гора. Это что-то другое. Это не ваше верование. Я не говорю о вере в то, что Гималай священный, или что-то в этом роде. Многие йогины и мистики предпочитают никогда не говорить, никогда не учить, но их жажда делиться ни чуть не меньше. Поэтому они сохраняют свою работу в другой форме. Есть много таких мест. Горы Веллингери — очень мощное место. Если вы подниметесь на седьмую вершину, кто-нибудь был там? Вы поднимались на седьмую вершину? Это очень мощное место. Определенные йогины создали в нем такую атмосферу, что все там просто вибрирует. Очень сильно. Если вы немного чувствительны, то находясь там, ощутите дрожь у основания позвоночника. Подобных мест очень много. Что бы ни было делом всей жизни этих йогинов и их традиций, это просто остается там в другой форме. Если вы открытый, чувствительный и восприимчивый, вы всегда можете получить к этому доступ. В этом смысле Гималай невероятно богатый, невероятно насыщенный. Окрестности Кедара, Югтешвара и других мест были свидетелями стольких сущностей. Если вы работаете со своим телом, используете свои мышцы для работы, то плоды вашего труда имеют срок, после чего они погибают. Миллиарды и миллиарды людей, живших на этой планете, до нас. Где вся их работа? Все, что они оставили — это их потомство. Больше ничего нет. Если вы работаете со своим телом, срок жизни и результатов вашего труда такой. Если вы работаете со своим умом, то срок действия этой работы немного больше, он увеличивается. Но если вы работаете со своими жизненными энергиями, это измерение вечно. Даже если планета исчезнет, оно останется. Так же, как у вас есть интернет, существует и йогическая сеть. Если вы захотите, то увидите Гаотуму Будду, живущим не две с половиной тысячи лет назад, а прямо сегодня. Сегодня он так же жив, как и две с половиной тысячи лет назад. Единственное отличие — теперь он не обременен физическим телом. Физическое тело — это ограничение. Что бы ни пришло через физическое тело, у вас возникнут симпатии и антипатии к этому, не так ли? Освободившись от физического процесса, это становится еще более мощным и эффективным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok